Ловная ночь растеряет любимый твой нас. Инга Гонженко – агент залов специального обслуживания Сочинского аэропорта. И, как оказалось, талантливая вокалистка. С дочкой Юлии у них получился прекрасный дуэт, отметили члены жюри. Решиться на участие в конкурсе было не просто, рассказывают артистки. Помогла любовь к сцене и, конечно, к песням в военной тематике. Всегда я оставалась за кадром больше. Она у меня участвовала, я ей ставила музыкальные номера, готовила к выступлениям. Но в этот раз мы решили рискнуть, и, я думаю, все у нас удачно получилось. Сегодняшнее выступление я посвящаю своему деду, который герой Советского Союза, Гонженко Александр Андреевич. Таких талантливых сотрудников в Сочинском аэропорту оказалось немало. Заявки на участие в песенном фестивале, который в честь предстоящей важной даты назвали «На крыльях победы», подали около ста человек. Пели, играли на музыкальных инструментах и танцевали не только сами сотрудники аэропорта, но и их дети. Условия конкурса позволяют. Проект «На крыльях победы» новый. Конкурс проводят впервые. Кстати, эта идея родилась у одного из самых ярких коллективов не только Краснодарского края, всей страны, у кубанского казачьего хора. Нужны такие конкурсы. И не только лишь помпезные. В Москве, в дворцах спорта, в каких-то студиях, а именно там, где работают простые люди. Здесь участвуют, конечно, непрофессиональные певцы, музыканты. Здесь участвуют те, кто сегодня обеспечивает безопасность взлетов и посадок самолетов. Те, кто, так сказать, обеспечивает комфортное обслуживание пассажиров в наших аэропортах Краснодарского края. Сегодня в Сочи завершился отборочный тур. Такие уже прошли в аэропортах Краснодара, Анапы и Геленджика. Все эти аэровокзалы входят в одну группу компаний. Победители встретятся в Краснодаре 5 мая. Там, в концертном зале кубанского казачьего хора, пройдет финал конкурса «На крыльях победы». Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».